Кстати, иногда таланты будущих ученых можно разглядеть еще в детстве. И вот тут задача учителей и родителей, конечно, заметить будущего гения. А на неделе горячая тема для дискуссий появилась у родителей-гимназистов. Их дети стали безбилетниками, по крайней мере, до старшей школы. Президент подписал указ об отмене экзаменов в пятых классах. И вместо конспектов, уже упомянутых билетов и изубрежки, дети летом будут отдыхать. Вернуть каникулы решили по одной причине. А вступительное испытание — сильный стресс для детей. Многие ребята с ним не справляются и просто перегорают. А тогда никакой учебы. Это не значит, что гимназии уходят в прошлое. Наоборот. Минобразование готовит планы для средних школ. Знаменитые гимназические плюс-два часа занятий теперь во всех учебных заведениях. Причем на какой предмет их тратить, решает каждый сам. Станет больше и профильных классов, инновации улучшат систему образования, при этом сохранят баланс между школой и гимназией. Указ эволюционный. Он предполагает развитие гимназии и развитие всех учреждений образования. Самое главное, чтобы ребенок мог развивать все свои способности, чтобы у него для этого была максимальная возможность. И она сейчас предоставляется, эта возможность. Если гимназия сильная, если педагогический коллектив там профессиональный, то границы эти не размоются. А точки над «и» позволят поставить независимый экзамен после девятого класса. Еще одно новшество. В первый класс гимназии детей будут брать по прописке. Справедливости ради отметим, для творческих учебных заведений правила кардинально не изменились. Например, те же музыканты математику не сдают. Но творческое вступительное испытание остается. Так проще отбирать будущих Бетховенов и Моцартов. Ну а вообще указ о гимназиях, как и декрет о занятости, который мы обсуждали в начале программы, это ведь все истории про амбиции. Только если первый декрет подстегивает амбиции взрослых по поиску достойной работы, то указ наоборот амбиции ограничивает. Не нужно отыгрываться на своих детях, если у вас свое время не получилось. Не пытайтесь лепить из детей и гениев уже в первых классах. Оставьте им детство.